В рабочем посёлке Майна людям серебряного возраста скучать не приходится. Местное самоуправление активно включилось в развитие социальной сферы. При ТОС «Импульс» открылся социокультурный центр «Здоровый импульс». Благодаря победе в конкурсе президентских грантов, в ближайшее время туда закупят настольные игры, спортивные тренажёры и компьютеры. Но даже сейчас пенсионеры в клубе с интересом проводят время. Занимаются аэробикой, собирают пазлы, играют в настольный теннис, а по шахматам и шашкам даже проводят турниры. Было проведено несколько соревнований. Сначала по шахматам было первенство Майны, затем новогодний турнир по шахматам был проведён. Вот буквально сегодня стартует очередной турнир, теперь уже по шашкам, в котором участвуют все сильнейшие шашисты Майны. Кроме того, не забывает о своём здоровье. Ирина Анатольевна в прошлом кардиолог, врач функциональной диагностики с 40-летним опытом работы. Проводят с подопечными занятия по различным темам. Участники клуба узнают о заболеваниях и способах лечения. С конца января мы начали заниматься. Проведено несколько школ. В основном они направлены на формирование здорового образа жизни. Уже разработаны и поработаны две хорошие темы. Это важность гиперхолестериномии в здоровом образе жизни, профилактика атеросклероза, профилактика шемической болезни. Была проведена беседа о боли в сердце. С чем она может быть связана, как её купировать. А соседний ТОС «Лесокомбинат» ничуть не уступает своим коллегам. Они также ведут здоровый образ жизни, проводят занятия по адаптивной физкультуре. Благодаря выигранному гранту совсем скоро здесь заработает новый медкабинет со здоровительными услугами, для которого закупят тренажёры и массажёры. Недавно мы узнали, что победили в конкурсе и выиграли грант на Центр здоровья «Здоровье к нам». То есть мы будем развивать свои соцуслуги с медицинского характера. Кроме того, ТОСовцы проводят поэтические вечера. Некоторые из подопечных даже сами пишут стихи. А счастья мы порой не замечаем, не ценим жизнь за прелести её, а призрачным о чём-то всё мечтаем. А жизнь прекрасна, всем нам повезло. Кроме того, силами ТОСовцев были собраны наборы для наших военных, которые будут в ближайшее время отправлены в зону СВО. Также планируется в этом году открыть в Майне пекарню, которая будет доставлять хлеб нуждающимся гражданам. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.